Недавняя трагедия, произошедшая из-за паводков и исхода сели в горных районах нашего края, не оставила равнодушными никого. От опасности, которую несет вода, быть полностью застрахованным человек не в состоянии. Но можно быть готовым встретить стихию во всеоружии. О паводковом состоянии на реках Славянского района и мерах, которые могут помочь грамотно действовать при наводнении, мы поговорили с начальником управления ГОЧС Павлом Анопченко. Дожди в Славянский район минуют уже несколько месяцев, но паводковое состояние на берегах рек Кубань и Протока во многом зависит от наполняемости водных объектов, расположенных выше по течению. На данный момент ситуация по пропуску воды в наших реках остаётся спокойной. Обстановка нормальная, контролируемая. Контролируемая как средствами объективного контроля, то есть тех датчиков уровня воды, которые стоят у нас на реках Кубань и Протока, и плюс наблюдением специалистов ГОЧС наших поселений. Мониторинг ситуации происходит круглосуточно, и в случае её ухудшения специалисты по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций готовы донести до населения информацию о надвигающейся опасности. В первую очередь для этого используются системы оповещения, которых на территории района установлено 97 штук. В 16 населённых пунктах муниципалитета, которые расположены на берегах рек, установлены сиренно-речевые системы оповещения. Помимо звукового сигнала, они передают голосовое сообщение с инструкцией о порядке действий, которые необходимо принять населению при той или иной чрезвычайной ситуации. Силы и средства, которые есть у района, они находятся в постоянной готовности к решению тех задач, которые могут возникнуть в чрезвычайных ситуациях, в первую очередь с возможным прорывом, наводнением или подтоплением. Основная задача – это самого населения. Быть более ответственным, более восприимчивым к тем сигналам оповещения, к той информации, которая доводится и будет доводиться до населения. Сотрудники управления ГОИЧС рекомендуют всем жителям домов, расположенных в непосредственной близости от ДАМП, внести номер своего сотового телефона в базу управления. В этом случае при угрозе затопления, живущий вблизи опасного места человек в первую очередь получит личное сообщение с инструкцией к действиям. Важно также помнить основные правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Ценные вещи, документы, продукты питания хотя бы на первые сутки, одежда по сезону и прибыть в то место, куда сказано – на сборный пункт, там, где посадят на машины и довезут в пункты временного размещения, обеспечат всем необходимое. Если это внезапно и быстро, первое, что нужно сделать, если есть возможность, и дома, ну, два этажа подняться на второй этаж, дома, которые не имеют второго этажа, подняться на чердак и ждать помощи, та, которая придет незамедлительно и будет она оказана. Это самое главное. Люди, которые живут у берегов рек, значит, самое главное, если это внезапно, самое быстрое и лучшее место – это дамбообвалование выше образовавшегося прорана. То есть на самое высокое место. А самое высокое место – это дамбо. Иногда кажется, что беда может случиться только с кем-то другим. Тем не менее, каждому жителю района не лишний будет знать правила поведения в экстренных ситуациях и быть готовыми спасти себя и своих близких. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».